Обычное сообщение, да, то есть мне... Обычно это лекция, я эту лекцию читаю на старте курсов для того, чтобы, как говорят специалисты физиотерапии, для входа в волну. Ну, есть такая технология, которая позволяет человеку, который начинает какое-либо новое физиотерапевтическое лечение, он получает какие-то микродозы этого самого лечения для того, чтобы легко потом зайти в основное лечение. Вот сегодня мы поговорим как раз вообще в принципе о тех тенденциях, которые сегодня наблюдаются в матрициологии, в матерапатии. А прежде, особенно для тех, кто вообще может быть впервые на подобные мероприятия, есть такие, кстати говоря, впервые? Классно. Для тех, кто впервые, я бы хотел дать некоторые общие философские аспекты, связанные вообще в принципе со здоровьем человека, с понятием здоровья, болезни, диагноза, что такое лечение, да? То есть, но в таком вот общих философском аспекте, потому что на самом деле современная медицина, которую мы знаем как традиционная, она изобилует стереотипами. По большому счету, в стереотипах ничего плохого такого особенного нет, да? То есть, стереотипы нам на самом деле очень сильно помогают, они помогают нам экономить время, экономить энергию. Если бы мы каждый раз, когда шли, думали о том, какой ногой сейчас вступить в следующий раз, да? То есть, я думаю, мы бы метров стола прошли, и у нас бы закипел мозг, да? Потому что у нас есть стереотипы, и мы об этом не задумывались. Проблема возникает тогда, когда стереотипы появляются в каких-то сложных ситуациях, которые как раз требуют постоянного анализа, часто требуют сомнений, да? То есть, вот, чем мне повезло в моей жизни, да? То есть, когда мне было 18 лет, у меня был педагог, который очень сильно попросил нас в процессе медицинского образования сомневаться со всем тем, что говорится нам с кафедрой, да? Причем кем бы то ни было, вне зависимости от рангов, да? То есть, и это сомнение, эти сомнения, он, ну, скажем так, обосновывал не тем, чтобы, ну, якобы кого-то унизить своим сомнением, да? А для того, чтобы уже начиная с раннего достаточно возраста, да? То есть, научиться оценивать ситуацию своим собственным мозгом. Почему это важно? Почему это важно, наверное, ну, в частности, почему он считал это важно в медицине, кстати говоря, до сих пор считаю, потому что он до сих пор преподает, да? Потому что, на самом деле, как по книжке, пациенты из книжки, они не бывают, да? Не бывают, как по книжке все вот так, как написано, да? То есть, каждый человек, он на самом деле требует внимания. Собственного внимания себе понятно, есть ли там необходим специалиста и внимания специалиста. Только когда человек умеет сомневаться, соответственно, думать и сомневаться даже в тех решениях, которые он принял бы, ну, скажем так, скорее себя где-то унизить. Опять же, для того, чтобы обеспечить более полноценный подход, да? То есть, в своем собственном сознании. Вот именно для этого нужно это делать. Поэтому, опять же, то, что я сегодня буду говорить, это ни в коем случае не является истинной в последней инстанции. Это, как говорит, она подумать. Вот такие цели я сегодня поставил, да? То есть, попытаться еще раз. Я понимаю, что сегодня уже второй день лекции, и об этом прямо-либо косвенно говорилось. Вот. Я попытаюсь, может быть, где-то какие-то итоги подвести, да? То есть, может, еще какой-то внести какую-то лепту в это понимание причин болезни цивилизации. Почему, опять же, я тоже расскажу. Попытаться разделить. Это вот мы на врачебных конференциях очень часто об этом говорим. Попытаться в своем сознании разделить цели фарм-бизнеса и медицины, да? Потому что они совпадают где-то, где-то нет. И это надо очень четко диссоциировать эти моменты, да? Где совпадают, и что делать, где не совпадают, и что делать. Вот. Потому что очень часто так бывает, особенно в среде специалистов. Вот вчера буквально мы об этом говорили с очень специалистом, очень высокого уровня, лор-врачом, да? Что вот этой диссоциации, когда в сознании нет, да? То есть, очень сложно, скажем, помочь человеку быть здоровым. Да, легко снять симптом, да? Легко сделать человеку как-то временно легче, но очень тяжело сделать человека здоровым, если мы не понимаем, в чем разница. Попытаемся понять, да? То есть, попытаемся еще раз понять, что такое пациент и какие состояния в нем, ну, как бы, есть, да? То есть, и в чем их баланс. Тоже поговорим об этом. Ну, да, и попытаемся расшатать клиповое мышление, безусловно. Вот. И то, что я сегодня буду говорить, я надеюсь, запустит дискуссию, да? То есть, как может быть, в собственной голове каждого человека, либо между нами. А вот это будет хорошо. Будьте здоровы. Кто-то там чихает? Да. Итак, давайте еще раз, да, то есть, ну, достаточно быстро, я говорю, да, проговорим некоторые особенности современной жизнедеятельности современной человека. Почему я, опять же, часто об этом говорю? Потому что, опять же, мы достаточно часто, особенно среди людей, которые еще не в теме, либо которые находятся в рамках клипового мышления, которое проплачивается бигфармой, большой фармой, да, говорится о том, ну, что, знаете, вот мой, там, не знаю, моя бабушка, мой дедушка, там, да, жизнь, жили там сто лет, ничего не ели, ничего не пили, как бы особенного, да, то есть, ничего не чистили и прожили свой, свой период какой-то, да, то есть, отложено от времени, очень качественно, то есть, да, то есть, вот это вот такая ассоциация у человека возникает, значит, в принципе, он, наверное, тоже может так прожить. Классно, если бы у него была машина времени, да, то есть, он переехал в то время и там бы жил, да, то есть, соответственно, у него бы, может быть, да, то есть, была бы такая какая-то такая же жизнь, как у его дедушки, но мы сегодня живем совершенно в другом мире. Знаете, еще в чем проблема сознания нашего? Проблема сознания еще состоит в том, что мы часто думаем о том, что в рамках нашей, в общем-то, относительно недлительной жизни, по сравнению с историей там, мировой, да, ничего, ну, как бы глобально поменяться не может. Есть такое мнение? Ну, это, знаете, это вот, может, у древних греков там было по-другому, но если вот просто взять и подумать так вот по-серьезному, да, то есть, вот я тоже про себя, вот мне 45 лет, на сегодняшний день я живу с точки зрения экологического окружения уже за свои 45 лет в третьей экологической нише, в третьей. Я начинал жить в одной экологической нише, это был Советский Союз, была особенность, были особенности питания, были ГОСТы, были то-то, все, да, продолжал в перестроечные времена жить в другой период экологический, да, то есть, и сегодня мы живем уже я уже, лично живу в третьей, и я не знаю, да, то есть, что дальше будет. И это, и эти периоды, они, ну, то есть, вот условия жизни, в которых мы находимся, они настолько кардинально за это время поменялись, что не учитывать это, это значит быть очень легкомысленным человеком, потому что поменялось все очень и очень серьезно, да, то есть, и, соответственно, если мы этого не учитываем, а большинство населения как раз не учитывает, это как раз это показывает, статистика, да, сейчас мы поговорим, вот, а не учитывая это, мы автоматически нарываемся на проблемы цивилизации, именно с точки зрения здоровья. Ну, в данном случае это просто список основных параметров, которые в конце концов приводят к тому, что продукты питания становятся с точки зрения биологической ценности все меньше, менее и менее ценными, да, то есть, интенсификация сельского хозяйства, так и говоря, опять в очередной раз я вчера увидел очередной отчет по поводу резкого увеличения урожайности жерновых, да, и стало еще более грустно, да, то есть, потому что четко и ясно понятно, что любое увеличение урожайности, потому что, как вы понимаете, у нас земля, она не растет, это единственный товар, которого в мире не прибавляется, да, а урожайность растет, да, то есть, это говорит о том, что с одних и тех же земель постоянно, каждый год пытаются снять больше урожай, и с технической точки зрения это возможно, да, то есть, но с биологической точки зрения эта пища становится еще менее ценной, и это проблема. Это, в свою очередь, да, безусловно, привело нас, да, то есть, привело нас к изменению в привычной пищевой корзине, то, чего раньше, естественно, не было. Большая мотивация на свободные углеводы, да, просто посмотрите, на самом деле, ну, как бы, что происходит в магазинах-то иногда, знаете, хочется, ну, вот, знаете, есть там на сигаретах написано рак, там, импотенция, там, то-то-то, да, то есть, вот, было бы прикольно написать на продукты питания, например, вот, ну, человек берет, например, там, не знаю, батон, а там написано, диабет, ожирение, атеросклероз, да, вот, вот, берет, например, там, сосиски, там написано, допустим, там, рак толстого кишечника, да, да, ну, это было бы прикольно, да, потому что на самом деле, если взять вот то, на что нас мотивирует на сегодняшний день в части питания, да, то есть, получается, на очень большом количестве продуктов, особенно, когда очень количество мяса, замечали, вот, очень как-то хитро теория о незаменимых аминокислотах совпала с началом промышленного производства мяса, особенно таких видов, как курятина и свинина, да, почему курятина и свинина, все просто, да, то есть, это организмы, которые можно, которые достигают своего промышленной массы, да, то есть, в очень раннем возрасте, куры 49-52 дня, да, то есть, свиньи в 6-8 месяцев, и они еще не успевают заболеть, ну, тяжелыми обменными заболеваниями в связи с особенностями их выращивания, просто потому что они еще, ну, как бы, юнцы, да, потому что если бы попытаться на этом питании, на этих условиях довести до взрослого состояния, они бы были очень тяжело больны к этому, да, в рамках такого подхода, да, вот, ну, но эти все вещества, все равно передаются и нам, если мы, как бы, злоупотребляем, а в чем еще, опять же, интересна, как бы, особенность психологии хомо советикуса, да, у хомо советикуса была одна интересная, своеобразная, как бы, такой стереотип, что, ну, человек советский, особенность, да, то есть, что если семья могла позволить себе мясо хотя бы 3-4 раза в неделю, эта семья считалась состоятельной, да, она была, вот, молодец, они могли достать, помните, купить тогда не надо было, надо было достать, да, надо было, можно было достать это мясо, это мясо можно было приготовить, и это было очень круто. И вот пришло время, когда килограмм какого-то особенного, там, качанного салата стоит в 2 раза дороже, чем килограмм свинины, да, то есть, и человек из советского периода идет в магазин, думает, так, килограмм салата, килограмм свинины, там, ну, не этот салат, да, и начинает есть мясо в больших количествах, результат, конечно, тоже сложный, потому что, на самом деле, мы на это не особо рассчитаны, большинство из нас, да, то есть, наш желудочно-кишечный тракт, наша печень, наши другие системы на это не очень-то рассчитаны. Демонизация продуктов, кстати говоря, тоже, это вот вопросы, там, об атеросклерозе и так далее, в свое время демонизировали сливочное масло, демонизирование, там, те же самые яйцам, сейчас активно демонизация идет, например, ну, например, тех же, того же самого молока, да, вот, причем так, интересно, интересная такая тенденция, она тоже, как бы, да, в рамках стереотипов прокручивается, когда говорится о том, что, вот, смотрите, финны употребляют очень много молочных продуктов, и у финнов очень развиты аллергические заболевания, значит, что? Значит, молоко плохое. Ребята, хорошо, масаи употребляют в 4 раза больше молочных продуктов, какая у них распространенность аллергии, как вы думаете? Да никакая. Дело в молоке? Нет. Дело в остальных условиях, в которых проживают эти люди, да? Другие условия совершенно не связаны. Если человек, да, имеет сложный, ну, скажем так, разрушенный кишечный барьер в ряде, ну, то есть, живя в определенных условиях, то понятно, и он ест какой-то пищи много, понятно, что антител к этой пище у него будет в крови много. Но вопрос в чем? В кишечнике или в молоке? Конечно, в кишечнике, да? А у масаи просто нет таких условий жизни, они тоже пьют молоко, но почему-то они от этого не болеют аллергическими заболеваниями. Это тоже особенность так называемой науки, да? Потому что наука, знаете, это есть... Наука так или иначе пользуется, то есть, ну, во-первых, есть вообще ненаучные исследования, вообще ненаучные, да? То есть, потому что научные исследования предполагают, да, и просто читаем выводы. Вот это очень часто бывает, к сожалению, да? То есть, и интерполяция идет этих фактов на все население. И это очень непросто, потому что потом, со временем, да, то есть, у людей реально в сознании, учитывая средства массовой информации, очень активно, да, то есть, появляется фейковая эмоция на ту или иную тему. То же самое произошло с понятием правильного питания. Спроси разных людей сейчас о том, что такое правильное питание, вы получите 58 разных ответов, да? Вот. И для каждого, и каждый может с пеной рта доказывать, что его теория правильного питания, да, то есть, она верна. Почему? Потому что она мне, там, например, конкретно помогла, да? Поэтому я, честно говоря, последнее время вообще в своих лекциях не использую понятие правильного питания. Вот честно. Понятие, что я использую? Понятие адекватного питания. Понятие адекватного питания включает в себя цель, да? Смотрите. Это кто? Мужчина, женщина. Это какого он возраста? Они, да? Этническая принадлежность, климат, которым они живут, деятельность, которыми они занимаются, беременная и небеременная, кормящая, и так далее, и так далее, и так далее, да? Здоровый или не очень. Если не очень, то по каким параметрам? Исходя из этого, формируется понятие адекватного питания для этого конкретного человека. И сказать однозначно, что вот этот тип питания, да, он будет однозначно адекватным для всех, это уже стало, ну, как бы, это неверно. Это как раз порождает такое количество стереотипов, с которыми потом не можем справиться. Потому что возникает, как бы, на этой почве возникает куча войны внутри тех же соцсетей, да, то есть информационного пространства. Следующая особенность тоже современного мира, интоксикации. Их много, смотрите, средовая интоксикация, пищевые интоксикации, лекарства отдельные темы. Очень изобретательная промышленность у нас есть такая, фармакологическая, которая каждый год производит большое количество новых, неизвестных ранее приводил вещество. Слава Богу, у нас есть такой орган, как печень, который умеет производить ферментные системы детоксикации, даже в отношении тех веществ, которые мы еще пока не успели придумать. Это очень хорошо. Ну и, соответственно, эндогенные яды, да, то есть которые реализуются, то есть образуются в нашем организме в результате нездоровья наших основных базовых систем. Ну и еще важной, да, то есть особенностью нашего организма, нашей жизнедеятельности является гиподинамия и состояние дистресса. Об этом, я думаю, уже говорилось. Смотрите результат, да, то есть современный результат, современно, ну, как бы, причин, да, причин болезни, причин смертности. Первых две, смотрите, да, первых две причины ишемической болезни сердца и инсульт – классическая обменная, да, классические обменные процессы, то есть связанные с нарушением фактической структуры питания. Следующее – хроническая обструктивная болезнь легких и респираторной инфекции нижних дыхательных путей. Классика жанра, связанная с угнетением работы иммунной системы. Ну, то есть большое количество людей сегодня находится в состоянии глубокого иммунодефицита. Опять же, в данном случае тоже имеет, это имеет отношение к, тоже к гипердефицитному, скажем так, питанию. Болезнь Альцгеймера, да, то есть другие формы слабоумия, опять же, чисто обменная тема, да, то есть в результате такого глобального нарушения питания клетки мозга переходит в состояние самоубийства клеточного, апоптозы. Это болезнь Альцгеймера. Диабет, опять же, ну, рак, ну, это большая тема, мы тоже как бы сможем, сегодня не сможем об этом долго говорить, да, то есть диабет, опять же, обменный. То есть, смотрите, получается, получается на сегодняшний день, что большинство людей в современном мире гибнут от, так или иначе, от гипердефицитного и токсичного питания или окружения, дефицитного питания и токсичного окружения. И поэтому, если мы этого не поймем, если мы этого не осознаем, то, соответственно, как бы шансы проскочить мимо вот этих вот причин, а тут тоже интересная тема, да, то есть, потому что нам тоже навязывает ряд стереотипов хитрых, которые, а, я ладно, я потом чуть позже об этом скажу, потому что важно будет потом поговорить. Смотрите, вот это результаты, там немножко другая статистика, чем у ВОЗ, да, то есть за 2013 год. Заболевания сердечно-сосудистой системы первое место, онкология второе, третье, очень интересная тема, гетерогенная причина, знаете, что это такое? Это смерть от лечения. Гетерогенная причина, это причина смерти лежит в технологиях лечения, то есть от медицины. Ну и, соответственно, четвертое, это травма. А вот интересная данная США 2001 года, обратите внимание на цифры. От причин, то есть от медицины в этом году, в первом году, умерло 780 почти 4 тысячи человек. Видите? То есть получается, да, то есть от сердечно-сосудистых 700 тысяч человек. Получается, самая опасная болезнь в сегодняшних штатах является медицина. Интересно? Очень интересно. Ведь в Америке просто интересная система статистики, вот в нее очень, ну, то есть ее очень сильно много кто пытается интерпретировать, но цифры там почти честны. Вот это очень интересно. Ну, источники, если кому надо, можете посмотреть. Почему происходит такая ситуация вообще? То есть в чем причина? Ну, такого, опять же, такого состояния медицины в том числе, да, то есть которые мы имеем. Подмена понятий, да, то есть создание лжи-аксиомых много на самом деле, да, например, аспирин разжижает кровь, повышенный уровень холестерина является причиной террасклерозы, ну, или какая-нибудь другая ерунда, которая, в общем-то, на самом деле у человека как штамп включается в голове, да, то есть и он реально, ну, как бы верит на уровне этого штампа, да, что вот это так, как вот нам рассказывают. Хотя на самом деле, да, то есть то, что вот эти даже два утверждения, которые сейчас я сказал, не имеют никакого, что? Не имеют никакого отношения к правде, да, то есть вообще никакого, только надо, ну, надо просто это все интерпретировать очень-очень глубоко для того, чтобы на самом деле понять, что это неправда. Разделение врачей на узких специалистов, вот это тоже, кстати, вчера как раз мы обсуждали эту тему слова врачом, да, то есть когда она говорит о том, что я могу вот в рамках вот отсюда, от нижней челюсти вот до сюда, очень много чего сделать, но я понимаю, что все равно человек ко мне вернется. Почему? Потому что я все остальное отправляю куда-то, а что там с ним куда, где-то там сделают, я тоже не знаю, я этой технологией не владею. Мало того, этот очень высококонфицированный специалист искренне пока считал до вчерашнего дня, что он и не может это знать, да, то есть моя задача вчера была рассказать и о том, что на самом деле для того, чтобы узнать, что как этому помочь, да, мне достаточно 3-4 часов тебе объяснить, что нужно делать. Она пока не поверила, правда? Мы проверим потом, что будет дальше. Поле прогнозии, еще одна интересная тема, да, то есть это применение более трех препаратов одновременно. В чем тут фишка? Вы когда-нибудь читали инструкции к лекарствам? Видели, да, такая книжка? Метра 4 такая длиной, если ее так раскрутить. Вот. В конце, в большинстве препаратов, да, то есть в качестве побочных эффектов будет написано смертельный исход. Вот. Это совершенно не обязательно так, к слову сказать, совершенно не обязательно, но если это написать, и что-то произойдет, даже не по причине этого лекарства, да, то есть фармкомпания снимает с себя сразу все по ответственности, потому что с точки зрения публичной аферты она всех предупредила. Понимаете, да? А вот. Ну, то есть это особенность юридических, ну, юридическая особенность, и они этим пользуются, это понятно. Каждый хочет себя защитить таким образом. Но фишка в чем? Я просто другой хочу рассказать. Когда нам рассказывают о том, что лекарство – это очень изученная тема, а вот травы – это такая неизученная якобы тема, да, то есть и так далее, то вы просто возьмете инструкцию, посмотрите, там будет написано про само лекарство, и там будет написано про взаимодействие с другими лекарствами. Взаимодействие будет описано парами. Этот препарат вот с этим может быть то-то, а с этим – то-то, а вот с этим – то-то. Я вас уверяю, вы нигде практически не увидите ни в одной инструкции, что было написано. А в сочетании с этими двумя будет так. Почему? А потому что, когда уже включаются в организм три препарата, а это, еще раз повторюсь, чужерозные вещества в нашем организме и высокоактивные, то изучить последствия уже становится технически невозможно. А теперь возьмите любого практически пациента, который болеет особенно достаточно давно, какое количество этих пациентов принимает три и более препарата? Ну, не то чтобы сто, но близко к тому, да? И получается, что те исследования, на которые опирается парм-бизнес или парм, не имеют никакого отношения к действительности, потому что на самом деле, как только включается третий компонент, все исследования, которые написаны где бы то ни было, уже не имеют никакого значения. Все остальное можно считать не исследованием. Вот. И это тоже вранье. И это тоже одна из особенностей, почему медицина на сегодняшний день становится одной из серьезнейших угроз на человечество. Это проблема. Невозможность опять же оценить, да, то есть токсичность или там особенность общедействия лекарств, потому что делается это достаточно быстро, но обратите внимание, да, я куда-то потерял источники, а потом найду. 10% в среднем в мире лекарств за год, да, то есть лишается лицензии в многих странах, по причине несопоставимых проблем, да, то есть которые они наносят людям. При этом обратите внимание, что все эти 10% лекарств когда-то получили все разрешения, все излучено было, все документы, все было сделано. но через некоторое время, да, когда оказывается, что все равно, и, кстати говоря, следующим на очереди, к слову сказать, я этому очень безумно рад, следующим на очереди группа препаратов, которые тоже подходят время им запрещаться, это сатин. Да, она следующая на очереди. Я не знаю, сколько уйдет на это времени, потому что слушание парламентское прошли в Австралии, парламентские слушания сейчас пройдут в Великобритании, я думаю, следующее это Брюссель. Не знаю, подключится для лица не на Штат, сомневаюсь я в этом, но уже очень серьезные люди, очень серьезные врачи настолько возмущены ситуацией, связанной с применением сатинов и их бессмысленностью и, мало того, вредом, вредом, который они наносят, что этот ссор из узбы уже вынесен на обсуждение парламентов стран, высшей власти практически. И это мне очень, в общем-то, по душе. Мир меняется и после контакта с его клиентом, пациентом, состоит в том, чтобы он ушел от этого специалиста с максимально возможным эффектом плацебо, какой только возможен. и тогда у него появляется намного больше шансов помочь себе у этого человека. Но нам вообще не говорят про эффект нацебо. Знаете, такое? Вот я недавно о нем узнал, на самом деле, я понимаю, что у любого, наверное, слова, с понятием, каким-то обленным смысловым наполнением, есть какой-то антоний. Плацебо мы знаем, нацебо я не знал. А знаешь, что такое нацебо? Ну, соответственно, обратный, вы уже поняли, то есть, что говорят, человек приходит в поликлинику, говорят, и он говорит, что знаете, вот что-то болит вот там-то. Высок вам лет? Столько? Ну, так нормально. Да? Высок вам лет? 50. Надо пить таблетки как давление. Так нет давления. Так вам уже 50. Да? А? Или, когда беременной женщине рассказывают, что беременность это страшная болезнь. часто смертельная. Да? А роды это вообще просто туши свет. Да? Это классический эффект нацебо. И таких эффектов масса. Мало того, нас пытаются убедить в том, что человек в процессе жизни должен так усадить свое тело, чтобы за душе там зацепиться было не за что, и из-за этого он должен уйти из жизни. А не потому, что он выполнил все свои задачи в абсолютно полном, функциональном своем активном состоянии и решил, что он на этом, эту часть жизни покидает, пошел дальше. Понимаете? Почему человек должен уйти от тяжелой болезни? А почему он должен, не должен, в смысле, должен, может, не может уйти просто потому, что он решил все свои задачи, которые он перед собой поставил? Есть разница? Кто хочет уйти от того, от помучатся от болезней? Есть такие? А просто, мы же все умрем, правильно. Хотелось бы уйти в каком-то почтенном возрасте с полным осознанием того, что все, я как бы закачиваю тут, да, вот, при этом совершенно не страдая об этом. Хотелось бы, но мне бы хотелось. Да? И если нам говорят о том, что мы должны умереть почему-то от болезней, то для меня это само по себе является эффектом на цель, есть другие моменты, да, то есть очень активно сегодня распространяется идеология, связанная с тем, что большинство болезней цивилизации имеет генетическую причину. Вмечали еще? Прямо ты об этом говорит, да, то есть прям вот все-все-все об этом говорит. Генетика говорите, нашли такой прикольный. Тогда встречный вопрос. Скажите, а бывают эпидемии, очевидно нет, да? Потому что на самом деле, если мы сейчас проанализируем геном любого здесь присутствующих человека, присутствующего любого здесь человека, то мы можем безошибочно, совершенно безошибочно примерно рассказать о его предках на ретроспективу примерно в 30-40 тысяч лет. Безошибочно. Есть такая наука палеогенетика, которая этим занимается. Люди, у вас в Москве есть лаборатория активная. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что за 30-40 тысяч лет генетические знаки, которые есть у нас в генолисте, они глобально не поменялись. И не может быть такого, что в прошлом поколении встречаемость диабета, допустим, была такой, а в этом поколении, в десятки раз больше, и это якобы имеет генетическую природу. А есть еще интересная наука называется эпигенетика, надгенетика. Как она появилась, очень интересно. Когда в конце 80-х, начало 90-х годов ВОЗ запустил программу анализа генома человека, считалось, что когда весь геном будет расшифрован, то что примерно у человека должны были бы найти 100 тысяч генов. Почему? Потому что в среднем у человека 100 тысяч белков различных. Соответственно, планировалось найти 100 тысяч генов, каждый из которых кодирует этот белок. Искали, 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 нашли 20 тысяч. Все. Потолок 20 тысяч генов, 100 тысяч белков. О чем это начало, о чем это говорит? Это говорит об очень простой вещи. Что значит один ген, в зависимости от тех условий, в которых он находится, кодирует разные виды белков. И поэтому появилась фактически наука эпигенетики, которая совершенно четко доказывает очень простую вещь. От того, в каком микроокружении находится клетка, от этого и зависит, какой белок сейчас будет производить этот конкретный ген. Поместить клетку в благоприятные условия она будет производить, этот ген будет производить такие-то белки. Поместить клетку в неблагоприятные условия он начнет производить другие белки. Совсем неблагоприятные условия вообще перестанет А ген один и тот же Но нас сегодня пытаются убедить в том Что генетическая природа На самом деле вот это все И поэтому мы можем только управлять симптомами Причина очень понятна, зачем это сделаешь Окружение Это еще раз просто говорит Что мы являемся не отдельными существами А частью среды Которую мы сами себе создаем Частично Ну соответственно, что же такое здоровье То есть это система Которая называется саногенезом Которую в медиа институте изучают на первых полутора курсах Всего лишь Там потом забывают ровненько и пошли дальше В патогенез Безусловно Способны защищать нас от очень жестких условий И поддерживаются за счет чего Смотрите, естественные барьеры То есть мы опять же живы и здоровы До тех пор, пока мы отделены От остальной Среды избирательно-проницаемыми барьерами Так? Вот И эта избирательность должна быть строго регламентирована Если этот барьер либо слишком проницаем Либо не допроницаем То, соответственно, мы не можем обмениваться с внешней средой Здоровым способом И, соответственно, начинаем болеть Так или иначе Ничего не будет, если не будет барьеров Интегративная система То есть нервная, эндокринная Ну и другие Я тут других не писал Может, есть и другие Иммунная система Антиоксидантная и так далее Это все механизмы здоровья Соответственно, они работают до тех пор Пока есть барьеры Пока есть питание Пока есть минимально возможные И в данном случае, кстати говоря, это почти невозможно Либо максимально возможно поддержанные системы детоксикации И еще очень важный аспект Обратите внимание На то, чтобы быть здоровым Нужна мотивация на сегодняшний день Раньше этого не надо было Потому что, ну, собственно говоря Просто все жили и жили Себе не задумывались Об этом, потому что жили в естественных условиях Сегодня для того, чтобы быть здоровым Нужна индивидуальная мотивация А вот создать ее Вот это вопрос непростой И здесь вот в подобных системах Как раз есть возможность Системой взаимопомощи Создавать внутреннюю мотивацию Поддержание здоровья Потому что, когда люди разрозненно ходят по улицам Им поддерживать, собственно, мотивацию Практически невозможно Потому что ее все время Внимание все время раздергивает Соответственно, что ж такое тогда получается Хроническое заболевание Это ситуация, фактически, когда угнетено здоровье Мы здесь делаем акцент на здоровье Это самое главное И в результате организм начинает сопротивляться Путем формирования симптомов Он пытается выжить Его задача выжить Соответственно, у него есть запасной механизм реагирования В виде симптома И этот симптом Уже у нас есть варианты, как с ним работать Либо, а не работать, точнее, осознавать Либо это враг, с которым нужно бороться Либо это реакция, которую нужно понять И ее нужно понять, в чем ее позитивный смысл И постараться организму помочь этот смысл реализовать Допустим, человек поднимается давление С целью увеличения скорости объемного кровотока Весит он, этот человек, 150 кг А сердце у него осталось такого же размера Что ему сделать? Ему надо повысить давление Мы можем снизить давление? Можем! Результат какой? Скорость объемного кровотока станет обычной Прежней, когда он весил 70 кг Но этого недостаточно на его 150 кг Результат такой Начнут страдать органы, которые он организм защищал Повышая давление А это какие органы? Которые больше всего зависят от кровотока Приходят в доктор Ему научают таблетки от давления Через 10-15 лет ему начинают ставить Атеросклеротический кандидат Атеросклеротическая реценопатия И так далее, и так далее То есть начинают ставить фактически Диагнозы, которые говорят о том Что у него недостаточное скрабообращение Вот и все Но он типа лечится Соответственно Что тогда уже организм человека С этим заболеванием хроническим? Либо некая система, которая требует Требства императивного управления Давайте эту таблетку, давайте эту, давайте эту Давайте эту, потому что Если вы не будете таблеток То это глупая система, она вас убьет Это вопрос Системы ценностей, понимаете, как интересно Что является предметом веры В нутрициологии и в фармакологии В фармакологии предметом веры является метод лечения Хороший метод лечения, плохой Подходит, не подходит Предметом веры во всей медицине До фармакологической эпохи Является то, что организм сам по себе Является идеальной системой Это в разных трудах По-разному прописывалось Как говорят, да, то есть Лечит доктор, исцеляет Бог Эта фраза как раз говорит о том, что Истеляет себя сам организм Можем помочь ему на этом пути Но исцеляет наше здоровье А не метод лечения Это очень важно Понимать Тогда что такое диагноз? Мы привыкли, что диагноз Это описание патологических механизмов С моей точки зрения Очень важно, чтобы к диагнозу Всегда было два как минимум пункта И описание патологических механизмов И описание того, какие здоровые механизмы У человека ослаблены Вот тогда это будет цельный диагноз На самом деле И описание и того, и другого Тогда что такое лечение? Либо подбор методов управления болезнью То есть патологией Либо подбор тактики восстановления здоровья Либо и то, и другое Но с точки зрения лечения То есть с точки зрения лечения Он говорил о том, что лечение пусть исцеление Соответственно, это должна быть та методика Которая позволяет человеку быть более здоровым А не меньше страдать Если человеку только меньше страдает Но продолжает болеть Лечение им это называть нельзя Соответственно, смотрите Если смотреть о хроническом заболевании целиком То есть рассматривать его таким образом То получается, что перед глазами Появляются сразу два аспекта И механизмы болезни И механизмы здоровья И управлять можно То есть тогда Всеми аспектами Если мы видим картинку Которую нам представляют Болезни стали очень сильные Опустилась Титановая Да? Вот Это все работа с чем? Это все работа с болезнью Да? А по идее С моей точки зрения И моя задача Последних там Двух десятилетий Состоит в том Чтобы медицина была Цезапом И у специалистов И у их пациентов Ну Это был подход В медицине Чтобы было понятно Я являюсь противником Бездумного Применения Этого подхода Применения не по месту Применения не для Ну это то, о чем я говорил Да? То есть надо очень четко Соответственно разделять В чем бизнес Я не буду тут особо Сильно распространяться Я думаю Вы понимаете Что это Разные вещи Здесь Должна Татистическая медицина Должна развиваться В нашей точке зрения Без словно Это стационарный этап Мещение Собега Очень Допустим Очень тяжелое состояние Которое требует Ну подобного Подхода Скорая неотложная Военно-полевая И так далее В этой ситуации Если человеку не успеть Сработать симптом Он может погибнуть Или инвалидизироваться Это понятно С этим никто не успеет Для этого должны быть врачи Потому что такое хирургия Все должно быть Обязательно Вопрос или другого Это менее 20% Всех усилий Соответственно Нашим Основным Фокусом Внимание Работать с болезнью Можно намного меньше Потому что основная задача Мы на чем концентрируемся, то и получаем Чем больше мы концентрируемся на управлении болезнью Тем больше болезней мы получаем Тем больше мы концентрируемся На механизм здоровья, тем больше здоровья мы получаем Это вопрос концентрации внимания На чем мы концентрируемся Поэтому когда очень часто бывает ситуация Вот смотрите, у меня и это, и это, и это Там болит, и тут болит Вот расскажите мне, как мне это лечить Это, это, и это Я говорю, подождите, давайте мы не будем гоняться за каждым этим проявлением Вы же знаете, что у вас есть базовые системы и созависимые Так давайте просто начнем работать с базовыми системами Потом, если необходимо, будет работать с созависимыми Либо эта базовая система сама будет управлять созависимыми И у человека по-другому меняется сознание Он начинает думать совершенно про свой организм в другом способе До этого вся фиксация внимания была на болезненных проявлениях И он начинает в данном случае уже концентрироваться на механизме здоровья Совершенно другая тема в мозге Совершенно другая, соответственный результат совершенно другой Аргументы против натуропатического подхода Которые тоже часто встречаются Люди не будут этого делать, им нужен быстрый эффект Это правда? Абсолютная правда Поэтому я часто говорю, что натуропатия, нутрициология, она не для всех Она только для достаточно осознанных, для того, чтобы понимать природные причинно-следственные связи Таких людей меньшинство Я вас поздравляю, вы здесь Спасибо Это очень важно Дальше вы видите Дорого не работает, доказательно И дальше религия пошла Я в это не верю А вот Ну да Это часто просто бывает Это последнее утверждение Но очень часто, говорим, знаете Да, наверное, но мы не в церкви Вы либо знаете, либо нет Да? Либо знаете, либо нет Это вообще не вопрос веры То есть вы можете это знать Можете этого не знать Верить в это не обязательно Икон тут нет То есть это совершенно другая категория Ну и соответственно, объективная причина торможения, с которой мы, собственно говоря, и работаем Полное отсутствие, да, то есть практически, да То есть системных знаний у специалистов Потому что это и методика Ну, допустим, в частности В 1913 году Клан Рольщиндов-Кокфеллеров Фактически своим одним документом Полностью убрал Из медицинского образования Все, что касалось Семьихимического подхода То есть и школы разделились Да, то есть была школа В школу натуропатии, например, на сегодняшний день Есть в Европе некоторые школы натуропатии Которые сохранились Отделившись от высшего медообразования В 1913 году В частности Да, они есть В Швейцарии, в частности В Тюрихе всякая школа Вот, тоже интересно Сложная процедура патентования Натурального происхождения Почему это имеет отношение к развитию, да То есть нашему Потому что это дополнительное средство Которое можно было бы пустить Как раз в компонентализацию Средств здесь очень немного То есть это в отличие от фармакологии Да, то есть меньше моржа Значительно меньше моржа Себестоимости и ценой Почему? Ну, потому что намного, как вы понимаете Дешевле произвести куриный бульон Бульонный кубик Галинобланка А не кусок здоровой курицы, правда? Вот примерно так же отличается Цена натуропатического продукта И фармакологического Как кубик Себестоимость Я думаю, про стоимость даже не говорю Кубик Галинобланка Я думаю, у него стоимость раз в тысячу больше, чем себестоимость Где-то так А цена хорошего куска куриного мяса То есть от себестоимость Разница между себестоимостью и стоимостью Будет процентов 30-30 лет В современном мире А это разница очень большая Ну и, соответственно, все наши То есть работа Вся наша работа Соответственно, веско снижает финансы Емкость на сковородке Это тоже не будет Основные направления развития Которые сегодня мы имеем натуропатического Это формирование сообществ Вот мы сегодня занимаемся этим Здесь, прямо в данный момент времени Для чего нужны сообщества? Целей у них много Но одна из глобальных целей Для создания сообществ Это как раз создание коллективной мотивации На оздоровительные задачи То, о чем я говорил в самом начале Коллективная задача Ее очень сложно сбить в толк Очень сложно, да? И как раз создание системных систем Профессионалы объединяются с пользователями Пользователи становятся профессионалами И так далее, и так далее Это как раз система Которая и позволяет нам развиваться Причем я хочу сказать Развиваться очень эффективно Знаете, почему я делаю такой вывод? Мы стали реальной угрозой Почему я об этом говорю? Потому что компания Google Если кто-то не знает, я расскажу С Big Pharma На сегодняшний день До конца 2019 года Меняет систему поиска Все, что в 2020 году Если вы будете пытаться находить Какие-то сайты, связанные с тарапатическим подходом Не фармакологическим Какими-то альтернативными методиками Оздоровления Google будет автоматически засаживать В какую-нибудь 60-ую страницу поиска Даже если вы забиваете прямо Вот название сайта Он сразу уйдет в глубину поиска То есть фактически Big Pharma на сегодняшний день Начинает покупать поисковые системы Ну, точнее, шантажировать И поплатить им Для того, чтобы мы не могли найти информацию О чем это говорит? Это говорит о том, что мы уже очень эффективны С точки зрения формирования определенного общественного мнения И противодействия То есть вот этой вот, в общем-то, патологической машине Я вас всех с этим поздравляю Потому что это наш общий успех С моей точки зрения Создание национальных и наднациональных ассоциаций Которые тоже мы реализуем Вот обратить внимание, вас пригласили сейчас в Молдову Очень люблю эту страну Кстати говоря, реально очень светлая страна Создание собственных образовательных программ Это тоже уже работает Мы уже, да, то есть инициировали целые курсы В разных вузах, в медицинских в том числе Да, то есть, которые позволяют специалистам Хотя бы прикоснуться к этой теме Вот, привлечение к этому, к этому пути И, естественно, производителей, да, то есть ибатых, функциональных, органических продуктов Вот, и что важно, да, то есть для меня на сегодняшний день Мы уже вышли из подросткового возраста Да, и, наконец, перестали, да, то есть спрашивать разрешение у Big Farm Мы сделали свою собственную, взрослую, самодостаточную систему Со своими ценностями, да, то есть которые не пересекаются с ценностями Big Farm И я, опять же, всех с этим поздравляю В чем мы Да, спасибо В чем отдален, я вижу отдаленные перспективы Эффект этого горания врачей Вообще специалистов, да То есть я часто рассказываю Врачей же много в этом займут, да Поднимите, пожалуйста Круто, да Вот Почему, да, то есть эта проблема возникает Я с педагогами часто вот, как бы, вот это вот Я педагогу, есть в зале? Вот с ними легче, да Потому что, когда к ним приходит ребенок, например, в 6 лет Он уже, ну, там, умеет, естественно, говорить, там, читать, считать, да Вот, к адресскому классу он вообще уже классный, там, ну, может много чего делать Вообще практически здоровый взрослый человек Очень много чему научился И педагог, естественно, очень гордится своими учениками Есть такой? А теперь, смотрите, врача берем, да Врач пришел, к нему пришел пациент Он, ну, не так, только начинает болеть Он ему по протоколу что-то назначает Тот приходит через год Он опять что-то все правильно делает Вот как учили, все классно, да А он все более больной и больной Больной и все болеющий Больше болеющий И новое заболевание И карточка у него растет С педагогами Такая штука К вам ребенок, 6-летний класс научится Учит, если уже умеет говорить Умеет писать, считать В 11-м классе Ну, примерно так То есть вы выпускаете То есть вот у педагогов Вот вы принимаете классных умных детей в 6 лет А в 11-м классе вы выпускаете полных дебилов Как бы вы чувствовали себя как педагоги? А, при этом все делаете как в педагоге Что вы будете учили? Выгорание жестокое Вот это очень жестокая тема Поэтому, когда я разговариваю с врачами Мне искренне жалко Да, то есть Я искренне беспокоюсь о том Чтобы этих врачей Да, то есть перевести в ту область знаний Точнее, дать им вторую область знаний Которые будут препятствовать Вот такому глобальному выгоранию Это важно Далее Да, то есть, соответственно Будет возврат и положительных имиджей И медицины, и врача, и других специалистов Кстати говоря, здесь появляется много других специалистов Которые имеют другое образование Обязательно чисто медицинское И они очень полезны людям становятся Снижение, безусловно, финансовой нагрузки Да, то есть увеличение продолжительности активной жизни Вот И, соответственно, избавление от влияния Да, то есть систем, которые явно нас не улучшают Да, то есть мы начинаем возвращаться Да, то есть специалисты начинают возвращаться В принятии решений С моей точки зрения это очень важно У меня все, спасибо